Всем привет! Сегодня готовлю пирог с яблоками и штрейзелем. Очень простой и вкусный яблочный пирог, не требующий особых продуктов. В полстакана теплой воды всыплю дрожжи и дам им хорошо разойтись. Добавлю соль. Одно яйцо и маргарин комнатной температуры. Постепенно добавляю муку, замешу тесто. Тесто должно быть очень мягким, хорошо отставать от рук. Оставлю свое тесто в сторонке и приступлю к начинке. Яблоки я предварительно очистила от кожуры и с помощью специальной вырезки удалю сердцевину, но можно обойтись и ножом. Яблоки нарезать дольками или кружочками, это уже по вашему усмотрению. Дольки старайтесь нарезать как можно тоньше, чтобы яблоки лучше пропеклись. Из общего теста отделю небольшую часть и оставлю для жгутика по краям пирога. Из теста раскатаю пласт толщиной полтора сантиметра не более и уложу его на сковородку, противень или форму. У меня форма двадцать четвертого диаметра, но вы ориентируйтесь на свою. Аккуратно переложу тесто в форму и подровняю края. Из остатка теста сформирую косичку и уложу ее по краю пирога. Можно сплести жгутик, либо что-то еще. Прежде чем уложить косичку, смажу края пирога яйцом. Уложу свою косичку либо жгутик как можно ровнее по краям пирога. Это придаст пирогу симпатичную, красивую, ровную форму. Нарезанные на дольки яблоки разложу равномерно по всей площади пирога. Отставлю пирог на расстойку в теплое место на 20-30 минут. Приготовлю штрейзель или посыпку поверх пирога. Для этого в муку добавлю сахар, яйцо и сливочное масло. Сливочное масло у меня комнатной температуры. Все продукты хорошо перемешаю до образования крошек. Для получения равномерных по величине крошек надо просеять через сито, а если масса очень мягкая и крошка не образуется, следует охладить массу, либо добавить муку, как в моем случае. Я по желанию добавила корицу, мне очень нравится яблочная выпечка со вкусом корицы. Мой пирог хорошо расстоялся, увеличился в объеме, поднялся. Я его сейчас обсыплю готовой крошкой штрейзелем, равномерно ее распределяем. Готовый пирог отправлю в хорошо разогретую духовку при 210 градусах на 20-25 минут. Остывший пирог присыплю сверху сахарной пудрой, разрежу на порционные кусочки и буду пробовать. Пирог получается очень мягкий, с хрустящей рассыпчатой корочкой сверху. Воздушное тесто, ароматная начинка из яблок делает этот пирог по-настоящему домашним. Очень рекомендую любителям яблочных пирогов из дубной выпечки. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки или пишите мне комментарии, мне будет очень приятно. Всем приятного аппетита, хорошего настроения и до новых встреч!